дорогой дачник сегодня у нас 12 апреля 2021 года сегодня я приехал сделать ну или сделать или обновить ловчие пояса которые я делаю уже на протяжении ряда лет ну наверно 5-6 лет вот смотрите какое дело тут на некоторых плодовых деревьях в частности это колоновины за прошлый сезон вот этот пленка пищевая лопнула видите а это получается из-за того что ствол растения интенсивно растет и как я уже упоминал специальном посте именно о том как сделать ловчие пояса из пищевой пленки и не согнущего клея эта пленка не делает на коре перетяжки то есть она не повреждает кору вот а то все боятся там он сейчас будут перетяжки там ну типа яблонька там или ну какой другой там плодовое дерево может погибнуть там или еще что вот смотрите я вам показываю вот видите все пищевая пленка лопнула так что не бойтесь вот делать ловчие пояса из пищевой пленки и не сохнущего клея а вот еще смотрите я вам хотел сейчас показать вот видите нарастание молодой коры о это вот процесс образования у меня тоже есть специальный пост образование плодовых деревьев ну чтобы нарастал молодой кора и вот смотрите ну как сказать вот здесь тип торчал вот эти два ствола это выросли из прививок и вот видите как и образование помогает и нарастить новую кору и затянуть вот этот пенек вот непременно применяйте на своих плодовых деревьях особенно на косточковых и у вас будет все хорошо так еще момент вот смотрите вот здесь она лопнула пищевая пленка да ну если вы делали ловчие пояса в прошлом году вы просто пробежите по своим деревьям может быть даже где-то нужно просто нанести новый слой не сохнущего клея вот смотрите нет как раз тот саженец который был показан в ролике о том как сделать ну обычный простой но эффективный ловчий пояс и вот здесь ведь пищевая пленка осталась мне просто нужно нанести сейчас верхней части вот этого ловчего пояса не сохнущий клей и все ведь как все просто сейчас я ну типа пробегусь по своим яблонькам где нужно обновлю пищевую пленку и нанесу клей а где не нужно обновлять пищевую пленку я просто нанесу тонюшенький ну как сказать поясок из не сохнущего клея и мои яблонки будут защищены ну практически до середины сезона ну от клей от муравьев от светоеда знаете почему до середины сезона ну потому что бывает что на клей там налипают разные букашки соломинки там листики ну где-то середине сезона обновлять вот этот не сохнущий клей и все так ладно давайте я займусь делом а потом на фотках вам все покажу напомню сегодня 12 апреля 2021 года на связи сергей дьяков все пока пока